Я никого не заставляю, это не мой принцип, ни студентов, которые сегодня там бастуют якобы, ни рабочих, ни крестьян, ни госаппарат, ни военных, никого не тащу в свою сторону. Хотите, вставайте рядом, я даже за спины вам прятаться не буду, пойду туда, куда надо, куда вы скажете, для того, чтобы вы не боялись никого и отстояли эту страну. Кто не хочет, Господь с вами. Могу повторить, что говорил в канун выбору, только никогда не предавайте. Предатели не только Господь не любит, но и те, которые сегодня зовут вас, бросайте, приходите, правда, неизвестно, куда идти. Поэтому смотрите сами, это принципиально, потому что то, что происходит, это детали. Главное – суверенитет, независимость нашей страны. Где будем мы, а главное – наши дети и внуки завтра. Вся наша история, говорю вам как историк, была соткана из таких событий. И даже пожёстче. Получалось, что нас рвали и делили на куски, на клочья, благодаря нашим, в основном, нацменам. А те не сориентировались, то одних просили, чтобы им подарили суверенитет, независимость. Дошло до того, что под БЧБ флагами в последнюю войну они стали на сторону кровавого фашизма. И сегодня оправдывается, что они хотели таким образом получить независимость. Получили. Получили каждого третьего погибшего, искалеченного и умершего потом. Страна превратилась в руины. И они сегодня поднимают этот флаг над головой. Кто они? Флаг ни в чём не ведомат, я уже об этом говорил. А дело в том, что у людей ассоциируется с этим флагом. Поэтому мы с вами не против флагов воюем. Мы не настолько глупы, чтобы против флагов воевать. Мы воюем против тех чуждых идей и тех людей, в головах которых эти идеи.